Ледяная драма разыгралась сегодня на Чижовском водохранилище в Минске. Ее участником стал любитель зимней рыбалки, который провалился под лед. Все это реальный эксперимент спасателей, которые решили проверить толщину ледяного покрова. Лед начал проламываться практически у самого берега. Да и сомнений в результате эксперимента у спасателей не было, ведь они толщину определяют по цвету. Серый, матово-белый или желтоватый оттенок уверенности не вселяет. Рецепт самоспасения запомнить несложно, но воспроизвести нужно быстро, ведь после 10-15 минут в ледяной воде тело уже не справляется с холодом, а там близок и летальный исход. В данной ситуации главное не паниковать. Необходимо раскинуть руки максимально широко, чтобы увеличить площадь опоры. После этого необходимо попробовать перегрузить свой вес тела на спину. И помогая себе ногами под водой пытаться выбраться спиной на лед. Чтобы выдержать человека, толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Тем, кто решил поехать по озеру Лиерике на коньках, понадобится уже 25 сантиметров ледяного покрова. Несмотря на то, что морозы усиливаются, вода замерзла пока лишь на 5-7 сантиметров. И в нынешнем зимнем сезоне уже есть первые жертвы. В год же от переохлаждения в ледяной воде гибнут около 100 человек. Поэтому спасатели советуют подождать зимней рыбалкой. А если вы все же оказались на льду, передвигаться в одиночку и не проверять толщину ударом ноги.